Лена Обухова, Наталья Тимошенко Ловушка сбывшихся кошмаров Пролог 4 августа 2017 года, 2025, город Санкт-Петербург Нине оставалось всего несколько метров до входа в метро Когда хмурившееся весь день небо, наконец, прорвало проливным дождем Он обрушился крупными каплями буквально в одно мгновение Заставив всех, кто направлялся к спасительному вестибюлю, перейти с быстрого шага на бег Нине тоже пришлось, хотя бегать в босоножках на невысоком тонком каблуке было очень неудобно Оказавшись под защитой каменного свода, она сразу притормозила и стряхнула с волос Все-таки успевшие упасть на них капли Перед турникетами, как всегда, толпилась небольшая очередь Поэтому Нина поторопилась занять в ней место и только потом полезла в сумку за жетоном Того на обычном месте не оказалось Пришлось проверить другие кармашки, из-за чего она умудрилась создать небольшую пробку Подошла ее очередь, а жетон все еще где-то прятался Конечно, стоявшая за Ниной немолодая женщина начала бухтеть по этому поводу Но, к счастью, в этот момент коварный жетон нашелся Поэтому серьезный конфликт возникнуть не успел Едва войдя в вагон, она сразу плюхнулась на свободное место и устало прикрыла глаза Ей предстояло проехать почти через весь город И Нина собиралась использовать это время, чтобы немного передохнуть И прийти в себя после волнительной, на порядком вымотавшей встречи Из-за скверной погоды ее с самого утра клонило в сон В последний раз она ела около часа дня Когда заезжала в офис Института исследований необъяснимого И с тех пор смогла лишь перехватить большой латы около шести Этот город и его недорогие кафешки с быстрым обслуживанием Были катастрофически недружелюбны к вегетарианцам Ситуация незначительно улучшалась во время Великого поста Но счастье не длилось долго А специализированных кафе пока слишком мало Поэтому Нина была не только уставшей, но и голодной Осторожно, двери закрываются Следующая станция Анонс ее станции прозвучал неожиданно скоро И она так вздрогнула, словно уже проехала Видимо, задремала, едва поезд тронулся Что ж, тем лучше Время в дороге пролетело незаметно Чтобы не уснуть снова и не уехать дальше нужного Нина поднялась и подошла к двери Вагон дернула и качнула, свет мигнул, поэтому пришлось Сцепиться в вертикальный поручень Все еще пребывая в сладкой полудреме Нина уставилась на мелькающие за стеклом дверей черные стены тоннеля Неожиданный ее взгляд сфокусировался на отражении в стекле Позади нее, у противоположных дверей Прислоняясь к ним, вопреки предупреждающей надписи Стоял подозрительно знакомый мужчина Нина никак не ожидала его здесь увидеть И на мгновение растерялась Свет в вагоне снова мигнул А когда восстановился, в отражении уже никого не было, кроме нее самой Нина обернулась, ища мужчину взглядом Поезд ведь еще не останавливался И тот не мог никуда деться Разве что сесть на освободившееся место Однако никого похожего в вагоне не оказалось Должно быть, ей просто померещилось спросонье Надо меньше работать и больше спать И нормально есть Сказала бы мама Нина, конечно, нашла бы, что возразить Мама тоже Именно поэтому они общаются крайне дозировано И, по возможности, на максимально нейтральные темы За стеклами дверей, наконец, показался перрон И уже полминуты спустя Нина ступила на убегающий вверх эскалатор Напрочь забыв о загадочном мужчине в отражении Вспомнила она о нем через несколько минут Когда закрыла стеклянную дверцу холодильника в магазине Рука так и не донесла питьевой йогурт до корзины Когда Нина снова встретилась в отражении с темным взглядом Мужчина стоял посреди прохода и пялился на нее Тут ошибки не было Это ведь не метро Других причин стоять там у него не могло быть Она вновь тревожно обернулась Собираясь посмотреть преследователю прямо в лицо Заодно пригрозив обращением к охраннику Не то чтобы в этом маленьком магазинчике Могла быть серьезная охрана Но, если потребуется Она попросит кассира вызвать полицию И стать ее свидетелем Однако проход оказался пуст Лишь какая-то женщина стояла у стеллажа И перебирала ячейки с яйцами Ища товар то ли покрупнее, то ли посвежее Никакого мужчины и в помине не было Нина снова повернулась к холодильнику Чтобы проверить отражение Но там тоже никого не оказалось Наверное, меня все же глючит от голода Решила она и открыла питьевой йогурт Не доходя до кассы Все равно ведь заплатят за него По дороге домой Нина все же время от времени оглядывалась Проверяя, не идет ли кто следом И облегченно выдохнула Лишь основательно заперев за собой дверь квартиры Флешка, переданная ей навстречу Буквально жгла через внутренний кармашек сумочки Но голод в кои-то веки оказался сильнее любопытства Поэтому Нина сначала торопливо поужинала Потом налила себе бокал красного вина Она считала его достойной заменой красному мясу И устроилась в кресле с ноутбуком, в который первым делом воткнула флешку Пока материал копировался, она успела сделать три больших глотка Стараясь унять нервную дрожь Глаза слепались и болели Но Нина стоически боролась с накатившей сонливостью Конечно, до завтра содержимое флешки никуда не денется Никто ее не гонит, поторапливая Но разве возможно утерпеть и пойти спать? Ведь материал способен стать финальным кусочком пазла Последним доказательством в ее личном расследовании Которое все-таки заставит руководство И.Н. взглянуть на нее иначе И не только руководство Предвкушение Триумфа порой бывает слаще, чем сам Триумф И запуская видео, Нина сделала еще один глоток вина Словно заранее праздную Однако ее ждало разочарование Просмотр первых десяти минут записи ничего не дал А изображение так дрожало, что Нину быстро укачало Нет, конечно, трудно винить оператора, снимавшего на скрытую камеру Но где же обещанная ей сенсация? Еще десять минут и снова ничего Нина допила вино и отставила в сторону бокал Села поудобнее, переместив ноутбук на колени Воспроизведение продолжалось Но с каждой минуты Нина моргала все медленнее Оставляя глаза закрытыми дольше Звонок в дверь раздался так внезапно и прозвучал так громко Что Нина дернулась, уронила ноутбук на пол И тот благополучно захлопнулся Черт! Прошипела она, потирая глаза Видимо, все-таки уснула Звонок повторился, но Нина не могла даже предположить, кто за дверью Она никого не ждала сегодня, особенно так поздно Андрей предупредил, что будет работать, а больше никто прийти и не мог Нина все же выбралась из кресла и поплелась к двери Конечно, посмотрела в глазок, прежде чем открыть Но на площадке оказалось пусто Видимо, незваный гость не дождался ответа и ушел Ну, скатертью дорога Она повернулась снова, потирая слепающиеся глаза Но не успела сделать и шага, как в дверь опять позвонили Тут уж сонливость как рукой сняло Она резко развернулась и припала к глазку Лестничная клетка освещалась ярко Несмотря на то, что Нина жила в довольно старом доме Эта квартира досталась ей от прабабки Но тем яснее было видно, что перед дверью никого нет «Что за...» — пробормотала Нина, отлипая от двери Не отвернуться, не даже договорить она не успела Звонок раздался вновь «Кто там?» — крикнула она, не то в бешенстве, не то в панике «Что вам нужно?» — никто не ответил Вероятно, обаловались дети «Кто еще способен исчезать так быстро?» «Сейчас вы у меня получите» — пробормотала Нина себе под нос Отправляясь на кухню в поисках какого-нибудь подходящего оружия Выскакивать к мелким засранцам с большим кухонным ножом она, конечно, не рискнет Потом проблем не оберешься А вот деревянная скалка как раз подошла бы Однако деревянной у нее в доме не оказалось Только силиконовая «Может, оно и лучше» — решила Нина А в дверь тем временем снова настойчиво позвонили Понимая, что вряд ли сумеет выскочить, как черт из табакерки Нина не стала особо торопиться Напротив, подошла к двери неспешно и абсолютно не слышно Тихонько отодвинула щеколду Взялась одной рукой за замок, чтобы открыть его максимально быстро И снова посмотрела в глазок, собираясь подкараулить хулиганов Однако стоило выглянуть на площадку, как дыхание мгновенно перехватило и Нина резко отпрянула Перед ее дверью кто-то стоял Мужчина Через глазок она увидела его затылок, но он определенно стоял именно у ее двери, а не у соседской Опять позвонили Один раз, другой и третий Особенно протяжно Нина стояла у двери, прижимая к груди силиконовую скалку И тяжело дышала, не решаясь снова выглянуть в глазок Лишь когда звонок прозвучал еще раз, она все же осторожно посмотрела Теперь мужчина стоял к ней лицом Глазок искажал его черты, но они все равно казались до боли знакомыми Он позвонил снова Кто там? Что вам нужно? Чуть ли не взвизгнула Нина, поддаваясь иррациональному страху Ей ведь нечего бояться Дверь закрыта, и она ее теперь уже ни за что не откроет Мужчина за дверью не ответил, но внезапно подергал за ручку, заставив Нину едва ли не подпрыгнуть Она торопливо задвинула щеколду «Если вы не прекратите звонить, я вызову полицию!» — крикнула она через дверь «Убирайтесь отсюда!» Ответом ей стала тишина Мужчина больше не звонил, но и его удаляющихся шагов тоже не было слышно Наконец Нина решилась еще раз посмотреть в глазок Лестничная клетка оказалась пуста «Вот так-то!» С удовлетворением выдохнула она Возвращаясь на кухню, чтобы положить скалку на место, Нина каждую секунду ждала, что звонки возобновятся Но этого так и не произошло, что позволило облегченно выдохнуть В комнату Нина шла, уже не вслушиваясь в тишину Вероятно, именно поэтому очень поздно услышала тихое клацанье клавиш Ее ноутбук Но кто мог на нем работать? Ведь дома она одна Притормозив, Нина очень осторожно высунулась из-за поворота и заглянула в полутемную гостиную Он устроился в кресле, где до этого сидела она Ноутбук лежал у него на коленях Экран освещал лицо Картинка отражалась в стеклах очков Мужчина поднял голову, отрываясь от созерцания экрана И недобро посмотрел на Нину «Зря ты это затеяла» Тихо заметил он Нина рванулась к входной двери Не собираясь расспрашивать, что он имел в виду Но что-то как будто схватило ее за ноги Да с такой силой, что вырвать их из цепкой хватки не удалось Нина повалилась на пол, едва успев выставить вперед руки Но все равно больно ударилась подбородком об пол Не собираясь так легко сдаваться, она поползла вперед Но ее снова схватили и резко перевернули на спину Нина собиралась как следует легнуть нападающего Желательно в пах, но тот оказался слишком далеко Он ее даже не касался Лишь протянул руку И невидимая сила сдавила ее горло Подняла в воздух и силой швырнула назад Приложив спиной о дверной косяк прихожей Нина вскрикнула и загнулась, пытаясь высвободиться Засучила в воздухе ногами, но ничего из этого не помогло Неведомая сила продолжала давить на горло, перекрывая кислороду путь к легким Закричать ей тоже так и не удалось А вскоре она перестала сучить ногами и хрипеть Ее безжизненное тело рухнуло на пол А в квартире уже вновь никого не было